Здравствуйте, я Захаров Иван, эксперт в области корпоративных финансов и предприниматель. Тема нашего сегодняшнего видео урока – расчет прибыли. Вначале я вам расскажу о том, какие бывают виды прибыли и для чего они предназначены. Есть прибыль бухгалтерская, которая вычисляется по определенным нормативным документам и отражается в форме номер два – отчет о прибылях и убытках. Интересный документ, на нем можно принимать решения, но для наших с вами задач управления бизнесом он не подходит, потому что бухгалтерский учет – это, что называется, посмертный учет. Мы его видим либо раз в год, либо раз в квартал, нам для принятия решений он не подходит. Есть другой вид прибыли – налоговая прибыль. Это интересует налоговые органы, они таким образом вычисляют, сколько вы должны заплатить налогов. Но дело в том, что часть затрат не входит по законодательству в налогооблагаемую прибыль, поэтому она может включаться, может не включаться, она тоже нам для нашей с вами деятельности не подходит. И для того, чтобы мы правильно все ввели, считали, это называется управленческий учет, нас интересует так называемая экономическая прибыль, которая включает все явные и неявные издержки. Ну, может быть, мы что-то, скажем так, заплатили наличными, потеряли документы. Мы не можем подтвердить расходы, не можем включить, но мы точно знаем, что мы понесли эти затраты. И поэтому нам для расчета необходимо в нашем управленческом учете, в оперативном управленческом учете вот эти все доходы и расходы сводить. Я рекомендую делать это раз в месяц. Чаще нет смысла сводить, то есть мы можем наблюдать только уровень выручки, уровень наценки или маржи, а именно затраты это делает либо экономист, либо бухгалтер, ну, не суть разницы. Все это можно делать в Excel. Ну, я достаточно крупной компанией работал, все мы делали в Excel. То есть бухгалтерия давала выручку, наценку, давали мне структуру затрат и, соответственно, вы их разбиваете. Какие еще бывают виды прибыли? Ну, самое первое, это валовая прибыль. Она же наценка, она же маржа. Как она считается? Выручка от продажи товаров, работ или услуг, минус себестоимость этих товаров, работ или услуг. Следующее, это прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, когда мы вычитаем управленческие, коммерческие расходы. Впоследствии, если там форму 2 осмотреть, там еще ниже есть внереализационные доходы и, значит, внереализационные расходы и доходы. Потом, значит, у нас формируется уже налогооблагаемая прибыль, от которой мы считаем либо налог на прибыль, либо, если мы находимся на упрощенной системе налогообложения, то уже идет налог по упрощенке. И вот у нас получается уже чистая прибыль, которую мы можем расходовать по своему усмотрению. И теперь давайте подробнее пробежимся по вот этим видам прибыли. Значит, валовая прибыль, она же маржа. На что влияет этот уровень? Ну, это, естественно, себестоимость в первую очередь. Наша с вами задача – грамотно управлять себестоимостью. То есть, например, за счет чего ее можно задавать себе вопрос, за счет чего я могу снизить себестоимость. То есть, может быть, материалы оптом закупать, там, может быть, с кем-то кооперироваться, какие-то затраты совместно делить. Может быть, сотрудников нанимать временно, чтобы не постоянно их содержать, платить налоги. То есть, наша с вами задача – иметь минимальную себестоимость. То есть, повышать урожайность, там, надои, ну, что угодно, в зависимости, чем бизнесом вы занимаетесь. Чем меньше себестоимость, чем выше наценка, тем больше уровень валовой прибыли маржи, тем, соответственно, выше устойчивость вашего бизнеса. Дальше у нас идет с вами прибыль от финансовой хозяйственной деятельности. Там еще посложнее. Дело в том, что вариативная затрата достаточно большая. И, значит, в предыдущем видеоуроке, когда я рассказывал про точку безубыточности, я говорил, что есть постоянные затраты и перемены. Есть другая категория затрат, которая нам нужна для того, чтобы мы правильно рассчитывали прибыль. Есть прямые затраты, которые непосредственно участвуют в производстве продуктов сыроводств. Я сейчас приведу пример. Есть косвенные затраты. Ну, вот, предположим, у вас есть фирма. Есть крупный рогатый скот, и вы что-то сажаете, выращиваете. И у вас есть трактор, и он и там, и там занят. Где-то он там возит сено, там он пашет, и он работает на два участка. И, соответственно, затраты по содержанию, ну, вот, скажем так, этот трактор, да, у него есть там амортизация, чуть позже о ней поговорим, у него есть расход материалов, ремонт, нормы там списания горючки, то есть, сколько он там отработал. И это, с одной стороны, вроде как бы прямые затраты, да, они относятся, но их надо делить между, получается, выращиванием овощей, да, или там, что вы выращиваете, и между тем, что он работает на животноводство. Потому что, например, зимой он не работает, ничего не растет, снег, а животноводство, он работает полностью. То есть, в данном случае, мы здесь правильно должны делить. То есть, это либо по времени, либо по нормативу от выручки. То есть, вы принимаете некий драйвер затрат и разделяете. С трактором достаточно просто. А, допустим, у вас есть, ну, вот вы директор, есть, может быть, там, главный бухгалтер, есть аренда офиса. То есть, тут тоже история такая же, да, то есть, это уже косвенные затраты, они непосредственно на себестоимость не влияют. Понимаете, вы можете снять большой офис, маленький офис, либо вообще на удаленке работать. От этого себестоимость вашей продукции не изменится. Она такая, какая она есть. Это косвенные издержки. Да, они тоже включаются в состав затрат, но на себестоимость они не влияют. Поэтому очень важно для вас понимать и правильно, понимать, что является прямыми затратами на себестоимость. То есть, это тот же трактор, там, ГСМ, животновод, там где-то агроном, какие-то услуги, непосредственно связанные с выращиванием продукции, ну, уже не продажей, не коммерческой частью, не содержанием. Это прямые, да, это себестоимость. Потому что себестоимость может также плавать. Ну, допустим, вы выращиваете овощи, зелень. Зимой у вас себестоимость выше, потому что есть тепло, необходимо отапливать теплицы, освещение нужно включать. Летом проще, но с другой стороны, летом себестоимость меньше, но и цены падают, понимаете. То есть, и там есть определенная своего рода балансы, связанные там и с транспортировкой, потому что зимой вы не можете просто так взять в машину, они там замерзнут. То есть, нужно возить в рефрижераторе, либо в термофуре для того, чтобы эта зелень доехала до покупателя в надлежащем виде. То есть, вот такие истории. Очень важно определить, что прямые затраты – это себестоимость, косвенные – это уже другие затраты, они не относятся к себестоимости, они идут ниже по уровню затрат. Амортизация. Тоже очень интересный момент. Допустим, у вас есть оборудование. Если это оборудование относится непосредственно к производству, либо оказанию услуг, эта амортизация включается в состав себестоимости. Если напрямую оно нельзя его отнести, ну, допустим, у вас есть автомобиль, который возит директора, ну, или там аренда у вас здания в собственности, есть затраты на содержание этого здания, амортизация, то вы не включаете в состав, потому что оно непосредственно не участвует. А вот теплица, в которой вы выращиваете, либо коровник, в котором есть корова, амортизация, она участвует в составе. То есть, вы эту амортизацию включаете в состав себестоимости. То есть, это тоже очень важный момент. Некоторые про это почему-то забывают. Ну, естественно, это заносится все также на уровне бизнес-планирования. И если вы это делаете самостоятельно, обязательно покажите этот бизнес-план специалисту, либо бухгалтеру, который скажет, да, вы все сделали правильно. Потому что может произойти ошибка, некоторые вообще амортизацию выпускают, то есть они не включают в состав затрат, забывая, что оборудование имеет износ, и через, допустим, пять лет трактор нужен новый, потому что он износится уже настолько, что, соответственно, его эксплуатировать невозможно. А если вы в себестоимость не заложили, у вас не формируется прибыль, вы не можете сделать резерв, чтобы купить новый трактор. То есть, ну, работа ради работы. Ну, это вот такой достаточно простой пример, но тем не менее. Значит, вот управленческие затраты – это то, что относится к управлению. Коммерческие затраты – это все, что связано со сбытом продукции. То есть, это доставка, хранение где-то, какие-то услуги, связанные с продажей. Забыл еще отметить один важный момент, что на размер маржи, и когда мы в целом вообще считаем по бизнесу, важно использовать кассовый метод. Дело в том, что, допустим, бизнес у вас рентабельный, но если вам покупатели вовремя деньги не платят, то, соответственно, нет выручки. И на бумаге это вы прибыльный бизнес, а по факту нет, вам не платят. Поэтому используем кассовый метод и следим за уровнем платежной дисциплины, чтобы не допускать кассовых разрывов. Теперь мы подходим к налогооблагаемой прибыли. То есть, мы определили. Вообще, есть там различного рода бухгалтерские, скажем так, необходимости, когда мы корректируем налоговую прибыль на различные роды моменты. Ну, бухгалтера знает, о чем я говорил. Соответственно, делаются корректировки необходимые. И вычисляется налог на прибыль, если вы на общеустановленной системе работаете. Ну, большинство предпринимателей, я думаю, все-таки используют либо упрощенную систему, либо единый сельхозналог. У нас даже сейчас и самозанятые есть, которые там платят либо 4, либо 6 процентов. То есть, даже не индивидуальный предприниматель, не глава фермерского хозяйства. То есть, в зависимости от того, какая у вас себе налогообложение, вы платите налог с деятельности. Дальше у вас остается чистая прибыль, которую вы можете, а, если у вас ООО, направлять на дивиденды, вы можете направлять на дальнейшие инвестиции, или вы можете создавать резервы для того, чтобы в будущем развивать или делать какой-то запас финансовой прочности. То есть, если бизнес сезонный, часто так бывает, что, допустим, летом все как раз, основные объемы сбыта идут, а зимой все ставится на паузу. Но как-то жить все равно надо, есть люди, там надо что-то обслуживать. То есть, вы создаете необходимые резервы, если бизнес сезонный. Вот такие виды прибыли существуют. На что обращать внимание, я вам уже сказал. В любой, скажем так, непонятной для вас ситуации, лучше обращаться к специалистам. Соответствующим не стесняйтесь задавать вопросы, потому что самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. Я желаю вам успеха в бизнесе. С вами был Иван Захаров. Субтитры создавал DimaTorzok